Вы, наверное, думаете, что количество выпусков уменьшилось, потому что у меня наступило выгорание. Нет, это касается всех. Программистов, юристов, бухгалтеров, экономистов, сметчиков, даже подростка, смотрящего тикток, у кого деятельность связана с сидением на пятой точке или нахождением в статичной позе. Меня зовут Алексей, мне 34 года и я люблю посидеть на пятой точке. Я сижу, когда работаю, я сижу в машине, я всегда ищу где бы посидеть. Нам много с вами говорят про вредные привычки, которые запрещены для рекламы. Но сколько, по-вашему, рушит судеб сидячий образ жизни? Вначале я много работал в офисе, затем я ушел работать на себя. Количество фитнес-тренировок и обычной активности начало стремительно сокращаться. Продолжалось это в течение 10-12 лет. По 10-14 часов ежедневной работы. Я наплевал на сигналы организма и периодические эмоциональные упадки. Ведь любой из нас знает, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно фигачить днями и ночами. Пока не наступил тот самый момент. И жизнь начала превращаться в ежедневную борьбу за выживание. Любое, не горизонтальное, а порой и горизонтальное положение – это смесь головокружения. Ощущение, что потеряешь сознание, не дойдя до дома. Проблемы со зрением, вестибулярным аппаратом, слухом и так далее. Даже не было и речи о походе в ближайший магазин. Начинаешь по-настоящему ценить возможность наслаждаться обычной беседой или прогулкой в парке. Побыть хотя бы один день без этих ощущений. Поэтому я вынужденно сделал перерыв в программировании, выпуске, видео и даже работе. На стриме летом я, кстати, выходил примерно в таком же состоянии. Я не люблю жаловаться, тем более на здоровье. Видео сделано как предупреждение. Только пройдя через это, ты понимаешь, насколько это важно. Показать ошибки, которые допустил я. Как лучше обустроить рабочее место. Сколько работать. Что необходимо выполнять. Какие упражнения. Где и какие симптомы указывают на те или иные проблемы в позвоночнике. Чтобы избежать или попытаться вырваться из этого. И какие шаги я предпринял, чтобы начать движение в сторону выхода из заколдованного круга. И как вам избежать моих ошибок, пока не поздно. Для работы я выделил отдельную комнату. Она все еще в долгой доработке и ремонте по причине, указанной выше. Не обязательно иметь отдельную комнату, но это важно с точки зрения психологии. Первым и важным шагом, который вы должны сделать, это обустроить правильное рабочее место. Если невозможно, избежать сидячей работы или статичных поз. Эта тема касается всех, даже массажистов. Итак, кресло. Да, некоторые используют без спинки. Это годится, если у вас нет проблем, чтобы держать осанку. А поддержка же поясницы помогает не перегружать мышцы. Подлокотники. Если вы не любите сидеть, как и я, вкатываясь под столешницу. Наличие колесиков у кресла тоже плюс к удобству. И эргономики. То подлокотники должны быть на уровне столешницы. Частой ошибкой является слишком большое расстояние между тазом и краем стола. И вы на подсознательном уровне стремитесь наклониться ближе к столу. И вам приходится переносить вес тела на руки. Или напрягать поясницу. Соответственно, нагрузка уже неправильно распределяется для здоровья позвоночника. Почувствуйте эту дополнительную нагрузку, когда руки у вас находятся на весу. Бывают и ситуации, когда вы начинаете опираться на одну руку. И позвоночник отклоняете в сторону опоры. Надо сидеть таким образом, чтобы не приходилось наклоняться вперед. Старайтесь всегда опираться двумя руками. Одной рукой нежелательно. Лучше так. Пододвиньте ближе к себе, допустим, клавиатуру с мышкой или книгу. Почувствуйте напряжение в пояснице при такой позе и такой. Для проверки же правильного положения можно попробовать оторвать ноги от пола. Если положение вашего тела не изменилось и не приходится напрягаться, чтобы его удержать, значит все правильно и равновесие на вашей стороне. Нельзя так же сильно отклоняться назад, иначе нагрузка уже будет в плечевом поясе. И проблемы начнутся здесь. Если вы будете использовать обычные стулья, то вы не заметите, как ваша поза станет поводом для нарушения статики позвоночника. Если же у вас конкретно нет проблем держать осанку, можете использовать обычные стулья без спинки. Но это большое но. В любом случае сидеть часами, какое бы кресло ни было, ни в коем случае нельзя. Пожалуй, кроме массажного кресла с таймером. По этой самой причине я использую стол регулируемый по высоте. Что также мне позволяет при отсутствии регулировки стула по высоте или недостаточно низком положении подкатиться ближе к столу. Необходимо чередовать работу сидя с работой стоя. А для частой смены способа работы удобно использовать электрорегулируемый стол с функцией запоминания высоты. Отрегулировав один раз высоту, он всегда будет находиться в том же положении, в котором вам наиболее комфортно и подходит лично вам. Вы можете настроить высоту для любого типа работы. При желании столешницу можно сделать наклонной. После настройки изменения высоты можно осуществлять автоматически и очень быстро. И нет необходимости каждый раз подгонять, как было. За данным рабочим столом также работает девушка, и это очень удобно. Две кнопки запрограммированы для меня, а вот эти для девушки под ее рост. Это крайне удобно, когда за столом работает несколько человек. Грузоподъемности полезной нагрузки хватит, чтобы загрузить стол всем необходимым. И еще останется про запас. Кабель и сетевой фильтр я убрал в кабель-канал. Они не свисают и не замусоривают пространство под столом, что удобно во время уборки. При необходимости также можно получить удобный доступ к сетевому фильтру. Когда ты работаешь стоя, для позвоночника это, конечно, лучше, но любые статичные позы – это зло. Поэтому, как минимум, поза должна быть анатомически ровной. При этом шея не должна уходить вперед. При исследовании у 115 больных с острой и хронической недостаточностью кровообращения, у 4 больных аномалия вхождения позвоночной артерии в канал на уровне С4. Вместе сгиба. Встречается это реже, чем в районе 5-6. Из-за этого сидячая работа приносит больше вреда. У кого есть симптомы – головокружение, прыгающая острота зрения. Советую пройти УЗИ шейных сосудов и не допускать перегрузки во время сидячей работы. Регулируемый стол по высоте и кронштейн с большой стрелой для монитора помогают мне расположить экран так, чтобы не допускать опускания шеи вперед. В моем случае врач рекомендовал мне держать шею, запрокинув ее чуть назад. Плюс стоячей работы, конечно, заключается в том, что долго, как в кресле, в одном положении находиться невозможно. Но нельзя переусердствовать мера всему голова. Помните про колени. Организация работы в таком виде позволила даже в моем случае увеличить количество времени работы. Раньше приходилось отказываться от работы из-за плохого самочувствия. Мы с вами ведем неправильный образ жизни из-за нашей генетики, из-за нейромодераторов мозга и влияния наших сверстников. Проблемы с позвоночником возникают из-за того, что у вас нетренированы мышцы, которые находятся впереди и по бокам. Эти мышцы чаще находятся в сокращенном состоянии и недостаточно тренированы. Те же, которые расположены наоборот, мышцы антагонисты, сильно растянуты. Наш позвоночник здоров не только благодаря мышцам спины, но и другим, про которые все забывают. В том числе и те, которые создают внутрибрюшное давление, что снижает нагрузку на позвоночник. От сидячей работы страдает весь позвоночник без исключения. А что же в итоге приобрел я? Это боль в пояснице, ощущение жжения в сухожилиях, фантомное напряжение мышц голени и бедра, чувство растекания тепла при контакте с одеждой или предметами. Эти проблемы связаны с поясничным отделом и способствуют это появление грыж и протрузий. Чувство онемения мизинца на левой руке. Ну а на десерт самое неприятное. Это головокружение, заторможенность мыслительных процессов, потеря равновесия, связанная с вестибулярным аппаратом, проблемы со зрением, слухом и все, что связано с проблемами синдрома позвоночных артерий, через которые поступает до 30% питания головного мозга. Что я только не предпринимал, чтобы вернуть ощущение здоровья. Я занимался трехчасовыми прогулками, ходил по 20 км в день, занимался на турнике, ходил в бассейн. И мне особо ничего не помогало, потому что все было сильно запущено и нужны на правильные тренировки и правильное рабочее место, конкретно для моей ситуации. Упражнения и типы тренировок я подбирал с персональным тренером. Благодаря обратной связи я получал от тренера наиболее эффективные в моем случае упражнения. Я начал прорабатывать мышцы пресса, грудные мышцы и мышцы шеи. Обычно результат появлялся после 2-3 недель или месяца тренировок. Если по ощущениям было что-то не так, я давал обратную связь и мы меняли упражнение. Для поясничного отдела в борьбе с осложнением в виде грыж и протрузий хорошо помогает упражнение на пресс. Раньше я осуществлял подъем прямых ног. Если уже есть грыжа или протрузия, это может быть для вас вредно. Подъем туловища тоже дополнительно нагружает пострадавшие области. Есть альтернатива в виде подъема ног, согнутых в коленном суставе. Подъем ног поочередно. Сначала одну, потом вторую. Для большей эффективности можно дополнительно нагружать утяжелителями. Также необходимо выполнять боковые подъемы на каждую ногу. Выполнять гиперэкстензии. Для этого можно поднимать одновременно две ноги, но это все по вашему состоянию. Или в положениях на четвереньках. Для этого подойдут стулья или край кровати. При всех этих упражнениях не допускайте прогиба поясницы. Особенно это касается упражнения на пресс. Поясница должна быть прижата к полу. Не выгибайтесь. Эти упражнения хорошо помогают при болях в пояснице, в случаях, когда боль отдает в ноги, и другие неприятные симптомы, жжение, фантомное напряжение и так далее. При ежедневных повторах улучшение может наступить через две недели и более. Область шеи – это не только вот эта часть, но и как минимум трапециевидная мышца. Помимо обычных наклонов влево и вправо, поворотов головы, наклонов вперед и назад, и обязательных упражнений с сопротивлением на укрепление мышц, можно и нужно тренировать верхнюю часть спины. Это может быть турник, как менее вредный по воздействию, развод гантелей на скамейки, шраги. При выполнении данного упражнения не поднимайте вес плечами, старайтесь тянуть именно за счет трапециевидной мышцы. Проверить, насколько у вас тренированы мышцы шеи, вы можете, попробовав в горизонтальном положении, поподнимать голову вверх. Если у вас получается с трудом 15 раз в первый день, а на третий день и того хуже, то вам обязательно нужно укреплять эти мышцы. Эта мышца ранее у меня вообще была плохо развита из-за сидячей работы. Не перестарайтесь с тренировкой мышц шеи. Слишком тренированные мышцы могут также давить на артерии, что может вызывать головокружение, тошноту и другие симптомы. Также не забывайте делать растяжку. Йога или стретчинг тоже хорошо помогает развить силу и вернуть здоровье позвоночнику. Периодически я занимаюсь растяжкой с целью снять зажимы в мышцах и позвоночнике. Использую для этого гравитационные ботинки. И вот такое чудо китайской инженерии для шеи. Не забывайте каждые 30-40 минут делать перерывы от работы. Минут на 5, не меньше. И делать простую разминку. То же подтягивание уже принесет больше пользы. Работать более 6 часов в одной позе, неважно сидя или стоя, без соответствующих физических тренировок, приведет вас 100% к проблемам со спиной. Тренируйте глаза время от времени, чтобы ваш организм не начал отказываться от фокусировки вдаль, как от ненужной функции. Зачем оно вам, если вы все время смотрите не дальше 1-2 метров? Не забывайте про правильное питание. Для снятия воспаления врачи также рекомендуют неастероидные противовоспалительные препараты. Рекомендации по упражнениям и препаратам вам, конечно, лучше получить у лечащего врача. Это видео, не инструкция по применению. Это мой опыт. Жизнь должна быть равномерно разделена на 3 части. Здоровье, семья и деньги. Ни в коем случае не допускайте перекосов. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Здоровье – не бесконечный сосуд. Брать взаймы не получится. Закройте глаза. Отложите свой телефон. Если вас это не сильно касается, у вас есть брат, сестра, друг, родители или знакомый, который проводит много времени в сидячем положении или находится в статичной позе. Поделитесь с ним информацией. Расскажите мою историю или историю других людей. Давайте с вами будем стремиться, чтобы люди, окружающие нас, были здоровы. Расскажите, как ему правильно сидеть, обустроить правильное рабочее место и как правильно нужно проводить это время. Теперь сядьте ровно, выпрямите шею и представьте, что вы можете потерять, если будете игнорировать здоровье и как тяжело будет вашим близким или детям. И напоследок постарайтесь меньше использовать телефон. Вреда от него еще больше, чем от работы за компьютером. Ни в коем случае не отказывайтесь от движения и правильного фитнеса никогда. И ни по чьему желанию. Вы тот самый человек, кому с этим придется жить. Теперь встаньте, разомнитесь и пойдите прогуляйтесь. Наслаждайтесь возможностью. Спасибо, что вы со мной. Ждите новых выпусков. До встречи в будущем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok